здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор заключительная пресс-конференция путина и си цзиньпина состоялась перед его отбытием в китай и все стороны увидели в этой встрече то что хотели увидеть поэтому моя задача как специалиста в невербальном общении рассказать что же на самом деле произошло на этой встрече и давайте вместе со мной сделаем три главных вывода которые я сделала при просмотре этой встречи ну и согласитесь вы со мной или нет вы уже напишите по традиции в комментариях и так я включаю первый фрагмент и смотрим внимательно и обратите внимание как он говорит уважаемый при этом локтем отталкивает головой качает нет и с отвращением но это сейчас будет замедленной съемки я просто сейчас приостановила чтобы вам показать этот момент сейчас вы еще раз его увидите в замедленном виде и увидите эти эмоции лучше но давайте идем дальше уважаемые дамы и господа на дамы и господа у него тоже отдельные эмоции поджимает губы подбородок и знаете процеживает вот такая вот ладно не буду на этом заострять внимание идем смотрим внимательно замедленную съемку и укрупненный вид путина для того чтобы не упустить ни одной эмоции это начало встречи имейте в виду на начало встречи люди приходят с со сложившимся со сложившимся уже мнением о собеседнике да ну вот в данном случае путин что он считает про си дзиньпина он нам сейчас и поведает своим телом смотрите как он как много досады во первых кусает поджимает губы челюсть держит низко водит челюстью это скрываемая агрессия злость но знаете он рвет и мечет должна я вам сказать то есть никакой радости никакого воодушевления со стороны путина я не вижу изначально но может быть он нам что-то скажет и на слове уважаемым локтем отталкивает как я уже сказала отвращение челюсть сторону на на уважаемые дамы и господа поджимает губы подбородок процеживает как плевок такой знаете но в общем то это отношение до отношения к тем кому он обращается он сразу нам демонстрирует идем дальше следующий фрагмент так регулярно обсуждаем по телефону и видеосвязи обсуждаем вопросы представляющие взаимные интересы это позволяет находить все любые даже самых сложных ситуациях решения всех проблем держать на личном контроле всех то есть он он сам в общем то не знает как это обосновать да вот то что они там на видеосвязи постоянно общаются но естественно он это преподносит как то что с ним договариваются с ним общаются его считают ровней да и для него это важно это отметить но он сам запнулся потому что в общем то этого видимо в написанном не было он это добавил для своей аудитории чтобы его считали более важным идем дальше тольные вопросы двусторонней и международной повестке учитывая что китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера здесь конечно же лицо сидень пина мне напомнило лицо его же когда он прилетел вот в данном случае посмотрите вот когда он прилетел у него еще была улыбка до вежливая хотя на самом деле лицо очень скучающая печаль вот нижняя губа у него спрятана и под натянута нижнюю под натянуты уголки рта а значит нижняя губа это губа ситуационная человека когда ему комфортно его нижняя губа идет вперед и прощупывает пространство вообще губы это тот рубеж который как реагирует на но последний рубеж перед тем чтобы что-то попало в рот это такой знать таможенный контроль и когда человеку комфортно он этот таможенный контроль распространяет и щупает все и в поиске чего-то вкусненького да но это я уже утрирую но вы понимаете а в данном случае получается что ему некомфортно он убирает эту губу губу потому что ему не хочется это трое щупать трогать нюхать да ему не хочется это пробовать на вкус и поэтому губа уходит у губа прячется но рот натягивается натягивается мы помним я думаю что в скором времени я проведу бесплатные мастер-классы по вот этим вот ограничителем вот когда человек вот так вот улыбается дан просто натягивая рот и здесь образуются вот такие вот морщиночки но кто со мной уже давно те знают да это так называемая улыбка послушной девочки но это я так называю на самом деле перед нами конечно же не девочка но человек который таким образом улыбается он делает это из любезности для того чтобы понравиться на всякий случай да и в данном случае получается что приехал он и еще хотел понравиться на всякий случай здесь же этой попытки уже нет человек явно скучает больше даже не пытается улыбаться вот этой так называемой улыбкой послушной девочки да нет эмоций вообще и поднял челюсть но поднимает челюсть он и здесь была челюсть поднята и здесь то есть перед нами хозяин положения да но вот здесь вот он еще хочет как-то на всякий вот да я я хороший до воспринимайте меня хорошо а здесь ему настолько уже все равно он сидит и отсиживает до конца вот этот визит нашей страны наши государства то есть мы видим да с одной стороны попытка как-то показать лицо до вставочки вот эти что мы созваниваемся мы ровнем и такие все важные да с другой стороны просто сидит и как подыгрывает но уже уже даже не улыбается это уже о многом я считаю говорит дальше следующий фрагмент при этом россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки нужды китайской экономики широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются ты и в газовой обратили внимание как построена фраза фраза построена вообще не для россии получается что до на нужды китайской экономики это действительно так россияне в этом только проигрывают на этим а вот вообще никакой выгоды для российского рынка вот просто 0 даже минус я вам сейчас цифры покажу у нас на канале появился аналитик по экономике я у нее сейчас спрашиваю наталья спасибо огромное и она мне расшифровала вообще все что происходит вот в этой ситуации я с вами поделюсь этими цифрами сейчас да значит все только для китая сфере в 2022 году россия почти в полтора раза увеличила подачу этого топлива кнр по магистральному трубопроводу силы себе причем газпром шел на встречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверхконтрактных обязательств что безусловно говорит о нашей компании как об ответственном поставщике и надежном партнере дальнейшему росту экспорта российского газа в кнр будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения по прокладке дальневосточного газового маршрута а также реализация инициативы о строительстве газопровода силы сибири 2 через территорию монголии мы подробно говорили об этом с монгольской стороной на все договоренности достигнуты это погода будет 50 миллиардов кубических метров газа но знаете вообще в этой ну во всем что он говорит все для выгоды китая ничего для выгода 1 для выгоды россии причем знаете вот для меня как для психолога очень четко прозвучал такой сигнал того что мы должны заслужить мы должны что-то заслужить мы не полноправные партнеры вот его формулировка фраз строится так что мы заслуживаем мы идем навстречу мы делаем это но в итоге не для того чтобы получить еще выгоду а для того чтобы нас рассматривали как полноправных партнеров то есть этой ну заранее такая проигрышная позиция с точки зрения психологии с точки зрения экономики тоже я считаю что но экономику я вам сейчас следующим слайдом покажу значит и прозвучала цифра 50 миллиардов кубов газа что это такое вот я задала вопрос аналитику нашему на канале да у нас теперь есть аналитик и вы знаете конечно эти цифры повергли меня в шок честно говоря конечно не так как то что из карманов каждого из нас вы вынули уже по 200 тысяч рублей на с в а да но смотрите 50 миллиардов кубов газа что это такое общая планируемая поставка до 23 до 30 года 98 миллиардов кубов это мы продаем китаю по 120 долларов общая поставка в европу каждый год до 21 года пока у нас покупали 200 миллиардов это уже больше да это получается что для того чтобы мы вообще нарастили эти объемы нам надо еще постараться но они у нас покупали почти по 300 долларов почти больше чем в два раза дороже да дальше из них только одна германия закупала эти самые пресловутые 50 миллиардов кубов причем не по 120 долларов а по 272 доллара за 7 лет с 23 до 30 года столько же как поставляли в одну германию за два года и по цене более чем в два раза ниже то есть понимаете нам нужно еще семь лет для того чтобы достичь уровня покупок германии но по цене это будет заранее больше чем в два раза дешевле но это просто вообще знаете вот с точки зрения экономики я я просто в таком шоке причем китай начал закупку газа в девятнадцатом году когда построили газопровод сила сибири который обошелся россии в 1 и 1 триллион рублей это по 7500 рублей из кармана каждого россиянина каждого понимаете и тех пенсионеров которые копеечки считают и в мусор в мусоре ищут еду и тех новорожденных деток которые только родились и и тех кто не дожил до пенсии да вот вот у всех россиян из карманов вынули по 7 500 рублей вот это конечно цифры ужасающие ну хотя в принципе после того как я посчитала сколько на сво уже потрачено да ну мы могли бы много чего построить мы могли бы много чего решить но видите как посчитала наше руководство все это нам не нужно мы лучше будем жить в нищете но будем воевать за за то чтобы кто-то оставался у власти ну ладно это уже лирическое извините мое отступление конечно цифры это не лирика а цифры это вот прям четко вам выкладка что 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 за экономика да и поэтому конечно же кто понимает да те понимают и он читает без воодушевления да я я и подумала почему вроде бы как договорились о каких-то вещах да оказывается в общем то это совсем не выгодно и он это прекрасно понимает и прекрасно понимают все сидящие в зале но да бог с ним дальше что касается украины вот меня очень сильно волновал вопрос договорились ли они о чем-то насчет украины будут ли они выступать ну вот как буквально сегодня мне попалось видео от этих сумасшедших бабок которые там байдена все предупреждают что сейчас уже мы объединились с китаем и вот мы противостоим вместе с китаем но видимо так пропаганда преподносит россии ну давайте посмотрим так ли это объединились ли китай и россия для того чтобы воевать с украиной до воевать или против нато и америки вот так вот точнее будет выразиться да давайте посмотрим безусловно мы не обошли вниманием ситуацию вокруг украины видите облизывает поджатые губы выдвигает через что говорит о том что он хотел бы вот украину он хочет хочет как губы облизываем когда хотим пощупать да хотим пощупать хотим приблизить да ну то есть может быть даже не хотим но хотим попробовать на вкус да и выдвигает челюсть это скрываемая агрессия да идем дальше полагаем что многие из положений выдвинутого китаем мирного плана созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного регулирования когда к нему будут готовы на западе и в киеве видите нет никакого контакта с его стороны в отношении товарища си почему я искала контакт почему я хотела увидеть этот контакт потому что если бы они хотя бы переглянулись да то это бы говорила что существует какая-то незримая связь между ними да какие-то договоренности которые они могут не озвучить но ничего этого нет и сейчас покажу покажут лицо си то же самое да то есть в данном случае просто проговаривается текст хотя тема очень интересна для путина потому что сейчас будет эмоциональная вставка и в этой эмоциональной вставки но было бы точно ну если бы у них была какая-то договоренность было бы что-то ну хотя бы фраза хотя бы взгляд полувзгляд в сторону собеседника ничего подобного на какой подход пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем более того вот только что мне сообщили в то время когда мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования а представитель кнр уделил большое внимание своим мирным инициативам ходе нашей вчерашней видите по поводу этой встречи насколько опять реакции и причем все реакции негативные он не получил чего хотел поджимает подбородок губы отклоняется досада все плохо и смотрите челюсть вперед вот смотрите как видите опять беседа с глазу на глаз тоже бы были были ожидания по попробовать да пощупать но все это не имело никакого результата потому что вот даже когда он смотрит в сторону си дзиньпина он не смотрит на него он просто смотрит в его сторону то есть нет вот этого контакта вот мне бы хватило хотя бы одного взгляда друг на друга до для того чтобы понимать что они вместе но вот когда люди о чем-то договорились у них есть общий секрет здесь этого секрета нет сегодня стало известно что 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 великобритания устами заместителя все просто засыпает вот это моргание почему моргает потому что глаза глазам не хватает увлажнения почему это бывает в периоды когда человек либо не выспался либо он устал да вот моменты стресса тоже да то есть когда влага быстрее уходит и человеку нужно больше моргать для того чтобы в данном случае я думаю что он просто устал и засыпает главы министерства обороны этой стороны объявила не только поставках танков на украину и снарядов с обедненным ураном похоже что запад действительно решил воевать с россией до последнего украинца уже не на словах а на деле и вот это вот то что воевать с россией вот эта фраза очень четко характеризует то что они не вместе понимаете вот на этой фразе путин бы точно как-то либо посмотрел бы на собеседе если бы была у них какая-то договоренность о которой они допустим не ну не афишируют эту договоренность тогда он бы хотя бы посмотрел в сторону он хотя бы голову повернул да даже если это очень тайная да бы все равно дело бы дала понять да вот какое-то воодушевление он бы показал ничего этого нет ничего вот понимаете и это говорит о том что нет у них никакой договоренности по украине нет у них никаких вот этих вот ну на что он рассчитывал то есть вот нет нет у них военного сотрудничества точно а ну и сидень пин тоже сказал свою речь тоже прочитал по бумаге и тоже не было никакого контакта зрительного вербального невербального но только то что нужно до подыграл в какой-то степени не нашла я ничего за что можно зацепиться вот в плане того что они о чем-то договорились да но только в самом конце единственная какая-то ну полу эмоциональная какая-то вставочка давайте посмотрим вот сюда я рассчитываю чешу на протяжении известных контактов с президентом владимиром пудином в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений благодарю за внимание там в конце когда путин услышал свою фамилию он повернулся в надежде на то что встретит взгляд сидень пина но хоть какую-то надежду но он потом как бы начал поправлять наушник ну то есть путин пытался изо всех сил какой-то контакт поймать и продемонстрировать да но си видимо в его планы это не входило о том о чем он хотел договориться он договорился поэтому в общем то мы с вами экономическую раскладку увидели я думаю что там плюшек он получил по максимуму и в общем то каждый остался при своем конечно ну что тут можно сказать я обещала вам три вывода до которые в общем то и звучали в процессе разбора ну давайте подытожим наш сегодняшний разбор тем что ну первое если бы путин чего-то достиг он бы обязательно об этом сообщил он знает как его сторонникам нужны хорошие новости поэтому либо вербально либо невербально он бы обязательно дал знать этого ничего я не увидела это первое второе если бы были тайные договоренности у путина была бы радость ее я тоже не увидела и жесты воодушевления этого ничего не было между ними было бы невербальная связь понимаете вот когда люди о чем-то договариваются они становятся как заговорщики да и у них эмоциональный фон одинаковый ну хоть что-то даже невзирая на то что перед нами люди которые привыкли быть на виду и привыкли прятать свои эмоции но было бы хоть что-то за что можно зацепиться я не нашла ничего если вы найдете пожалуйста дайте мне об этом знать но вот я я изо всех сил искала я хотела ну хоть в чем-то найти воодушевление там радость то что путин там рассказывал и про два моста построенных это просто вообще не уровень главы государства ну ладно в общем никакого контакта в этом плане нету да то есть не явных не тайных договоренностей у них нет экономические договоренности ничего кроме уныние не вызывают и скрытой агрессии то есть вот у путина там все очень плохо судя по его эмоциям он конечно держит лицо он изображает из себя то что нужно изображать но видно опять что все плохо поэтому вот такие вот три вывода я сделала согласны вы со мной не согласны пишите в комментариях я с вами прощаюсь не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео не забывайте подписаться на канал я надеюсь что теперь я перейду наконец-то на разбор шоу-бизнеса есть много интересных людей которых можно разобрать я уже сама подустала от этого путина но раз получается что ну вот такие инфоповоды их нельзя оставлять незамеченными потому что мне самой в первую очередь было интересно до чего же они договорились поэтому теперь я свою галочку поставила оцените мою работу я вас всех люблю до новых встреч пока пока